Народ Донецкой Народной Республики сделал свой выбор и сегодня можно с уверенностью сказать, что республика эффективно развивается и никакие внешние силы не станут препятствием на выбранном пути, отметил Анатолий Бибилов во время интервью телеканалу «Оплот Донбасса». Глава государства в рамках праздничных мероприятий, посвященных пятой годовщине провозглашения ДНР, посетил выставку достижений народного хозяйства, где дал высокую оценку экономическим процессам Братской Республики. За эти пять лет очень серьезные на самом деле изменения, это и в сельском хозяйстве, то, что мы сегодня здесь видим, но это и в производстве, конечно, это не может не радовать. Если мы говорим, мы вот эти все пять лет говорили, что это молодая республика, тут сегодня можно сказать, что это состоявшаяся республика со своей экономикой, со своей политикой, со своими внешними связями. Здесь, как вы видите, очень много иностранцев и депутатов разных стран, там Италии, Сербии, Чехословакии, Еврославии. То есть, получается, что Донецкая Народная Республика развивается так бы этому, кто не мешал. И мы, конечно, этому рады. Журналисты интересовались дальнейшим развитием двусторонних взаимоотношений между нашими республиками. Сотрудничество налажено, подписаны десятки документов, касающихся практически всех сфер жизнедеятельности. Работа в этом направлении, безусловно, будет продолжена. И связи между нашими республиками будут только укрепляться, заявил Анатолий Бибилов. Планы не только есть, они реализуются и на разных направлениях, в том числе и в культуре, в том числе и в банковской сфере, в том числе и в экономике, в том числе и в спорте. Мы живем, общаемся и будем еще развивать это общение. Процесс получения российского гражданства упрощен жителям Луганска и Донецка. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В интервью телеканалу «Оплот Донбасса» Анатолий Бибилов отметил, что народ Южной Осетии прошел этот путь. И решение руководства России касаемо получения российских паспортов даст обширные возможности жителям республик. Роза Тедейва, Диана Техова, информационный выпуск сегодня.